Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Добро пожаловать на очередную серию нашего обзора. А сегодня речь пойдет про достаточно редкого представителя уже ныне редкой породы полноценных рамных внедорожников. Причем машина эта принадлежит авторству культового в России концерна Toyota. В сегодняшнем обзоре посмотрим на машину внутри и снаружи, поговорим про технику, а также осмотрим авто на подъемнике. Встречайте, Toyota Fortuner первое поколение. Toyota Fortuner первого поколения появился в 2004 году. Этот автомобиль был спроектирован на базе пикапа Hilux и его разработкой занималось тайское подразделение японского концерна. Модель предназначалась на рынке развивающихся стран Южная Америка, Африка, но много таких автомобилей поставлялось и в Арабские Эмираты. Эта машина простояла на конвейере целых 11 лет. Последние экземпляры первой генерации скатились со сборочных линий в 2015 году. Машину освежали дважды. Первый рестайлинг случился в 2008, а второй в 2011 году. Агрегатов под капотом первого Fortuner могло быть четыре варианта. Два бензиновых и два дизельных. Бензиновые моторы 2,7 литра на 160 лошадиных сил, V-образная шестерка объемом 4 литра на 235 лошадиных сил, а также два дизеля 3,2,5 литра. Однако большая часть Fortuner на российском рынке привезены из Эмиратов, а туда дизельные машины не поставлялись вовсе. Коробки передач здесь могли быть как механика, так и автомат, причем независимо от выбранного мотора. Ну а привод задний либо полный. Сегодняшний экземпляр 2008 года выпуска. Под капотом 2,7 литра на 160 лошадей автомат и полный привод. В линейке равных внедорожников Toyota эта модель стоит на ступеньку ниже Land Cruiser Prado. И в плане габаритных размеров он также компактнее. Длина Fortuner 4,69 м, ширина 1,84 м, а высота 1,85 м. Колесная база этого внедорожника составляет 2,75 м. Снаряженная масса 1810 кг, плюс чуть больше полтонны машина может взять на борт. Итого, максимально разрешенная полная масса данного транспортного средства 2 тонны 330 кг. Радиус разворота небольшой 5,9 м. Что касается толщины лакокрасочного покрытия на первом Fortuner, то это стандартная Toyota тех лет. Разброс показаний толщиномера на кузове этого автомобиля будет лежать в диапазоне от 85,90 до 130-140 микрон. По традиции обзор автомобиля внутри начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает весьма внушительный габаритов крышка багажника. Каталожный объем багажника у Fortuner при поднятом третьем ряде сидений, а автомобиль семиместный составляет 300 литров. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина проема багажника в данном случае 117 см по его средней части. Высота от пола до крыши 92 см. Ширина по полу в задней части багажника 1,30 м. А расстояние от заднего борта до спинок сидений порядка 42 см. Если же третий ряд вам в данный момент не нужен, вы его складываете таким образом. Литраж багажника увеличивается до отметки 620. Складываются сидения здесь на тот же манер, как у минивена Honda Freed. И подвешиваются. В такой конфигурации багажник уже получается существенно больше. Длина по полу увеличивается где-то до 110 см. Ширина багажного отделения в его средней части 107 см. Если же вам нужно увезти какой-то очень габаритный груз, вы можете сложить спинки сидений второго ряда. И в этом случае вы получите объем, эквивалентный 1950 литрам. Складываются задние сидения здесь на манер того, как это происходит в Outlander. Они кувыркаются вперед. Полезная длина по полу в этом случае составит 1,60 м ровно. Но для перевозки длинного груза Fortuner неудобен, поскольку откинутые сидения полностью перекрывают пространство в междуряде. Каких-то дополнительных удобств по багажнику здесь по сути нет, если не считать плафона освещения, розетки на 12 вольт с левой стороны, а также ниши, где собственно располагается штатный домкрат и набор инструмента. Запасное колесо у Fortuner подвешено снизу. Салон Fortuner на самом деле простой и аскетичный. В плане пространства сидеть здесь удобно. И места хоть и не слишком много, но при этом все же достаточно. Сидение, будучи отодвинутым назад, позволяет мне с ростом 1,86 м полностью выпрямить левую ногу в колене. А рулевая колонка имеет регулировку, правда не подпружиненную, и только по наклону. В плане клавиш интерьер не перегружен, от слова совсем. Стандартный блок управления стеклоподъемниками на водительской двери, несколько дополнительных клавиш типа регулировки боковых зеркал, яркости подсветки приборов, корректора фар и лампочки штатной сигнализации слева от рулевого колеса. На руле в нашей комплектации нет вообще никаких кнопок. Стандартные подрулевые тойотовские переключатели на местах пользоваться удобно. Кстати, комбинация приборов у Форчунера после рестайлинга позаимствована от пикапа Хайлюкс года эдак 10-12. Центральную часть на панели занимает магнитола, на которую в данном случае выводится картинка с камеры заднего вида. Отдельной клавишей включается кондиционер, и здесь полностью механический пульт управления отопителем. Классическая заслонка переключает у нас режимы забора с улицы, либо рециркуляцию, клавиши аварийной сигнализации, а температура оборота вентилятора и направление обдува регулируются при помощи очень удобных ручек. Все это можно проделать, не отвлекаясь от дороги. Внизу клавиша включения-выключения парктроников, подогрев заднего стекла, включение кондиционера для задних пассажиров, 12-ти вольтовая розетка и прикуриватель, селектор АКПП в виде змейки, плюс ручка управления раздаточной коробкой, которая в данном случае имеет еще и пониженный ряд передач. Что касается бардачков, подстаканников и подобных вещей. Подстаканники есть у водителя и пассажира по краям передней панели, они в данном случае выдвижные. В центральном боксе присутствует небольшой отсек для мелочевки. Рядом с рычагом управления раздаткой есть подстаканник и очень маленькая узкая полочка. Плюс довольно глубокие, но маленькие кармашки справа и слева от блока климата. На потолке футляр для очков, причем довольно удобно реализованный. Ну а в дверных картах по бокам дверей дополнительные подстаканники и очень узкие кармашки. Кстати, штатный бардачок здесь довольно небольшой по объему, но пачка документов А4 сюда входит. В плане обзорности все очень даже неплохо. Линия остекления здесь низкая, капот видимый полностью, а боковые зеркала огромные по площади. Пользоваться всем этим удобно. Ну а с обзорностью назад помогает камера заднего вида. Давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. Что касается заднего дивана, до этого в наших обзорах попадались автомобили, где заднее сидение было выше переднего ряда. Но чтобы настолько впервые. Голова здесь практически упирается в потолок. Вы сидите не просто выше водителей переднего пассажира, а ощутимо выше. То есть имеете полную возможность смотреть на дорогу в лобовое стекло поверх их голов. При этом сидеть на самом деле удобно. Сидение мягкое, оно абсолютно плоское, готовое принять трех человек. В плане удобства для задних пассажиров присутствует откидной подлокотник в центральной части кресла. И подстаканники, которые открываются из центрального бокса. Тоннеля на полу здесь практически нет. Подлокотник на дверной карте в наличестве. Хотя он узенький, а внизу дверной карты аналогичный тому, что мы видим спереди. Маленький кармашек плюс отсек под бутылочку. Из удобств задним пассажирам также полагается отдельный пульт управления оборотами кондиционера и дефлекторы вентиляции на потолке. Места для коленей здесь, кстати, хватает. Но это пока у форшинера второй ряд может двигаться вперед-назад. И это может вам явно пригодиться, если вы захотите перевести кого-то на третьем ряду. Что касается третьего ряда сидений. Откровенно говоря, можно было ожидать худшего, исходя из габаритов автомобиля. Но при росте 1,86 м я все же здесь уместился. Правда, пришлось потеснить переднего пассажира. Третий ряд здесь также абсолютно плоский. Спинка регулируется по наклону. Но места над головой катастрофически не хватает. При любом положении спинки я со своим ростом в потолок упираюсь. Что касается удобств для пассажиров третьего ряда. Все те же дефлекторы кондиционера и подстаканники в боковых панелях. Зато, в отличие от многих других автомобилей, у пассажиров галерки здесь есть изрядное преимущество в виде собственных боковых окошек. Под капотом форчунера первого поколения могло стоять четыре варианта двигателей. Два из которых дизельные, объемом 3 и 2,5 литра. Но дизеля не поставлялись на рынок, откуда к нам попадает большинство подобных авто. На рынок Арабских Эмиратов. Там форчунер был доступен с одной из двух силовых установок. V-образная шестерка 4 литра, 1 GRFE, та же, которую можно обнаружить под капотом Land Cruiser Prado 120, правда мощностью 235 лошадиных сил. И 2,7 литра на 160 лошадиных сил и 245 ньютонометров крутящего момента. Как в нашем случае. Этот двигатель носит маркировку 2 TRFE. И это практически автомат Калашникова от Мира Моторов. По конструкции это чугунная рядная четверка с двумя верхними распредвалами. Здесь стоят гидрокомпенсаторы и цепной привод газораспределительного механизма. Фазовращатель у этих моторов только один до 2015 года на более свежих вариантах. Также поставили фазу и на выпускном распредвалу. Здесь 4 индивидуальные катушки зажигания и самый обычный распределенный впрыск топлива. Паспортный бензин для данного агрегата 92. А слабых мест по самому мотору в том, что касается цепи ГРМ или поршневой группы, нет вовсе. Это действительно один из самых надежных агрегатов Тойоты. Из проблем по мотору некоторые владельцы отмечали протечки антифриза по патрубкам печки на машинах с пробегами за 200. Ну и традиционная рекомендация посматривать за навесным оборудованием, за помпой в частности. Кроме того, бывают запотевания и потеки по прокладке клапанной крышки и по коренному сальнику. Что в целом на фоне отсутствия конструктивных проблем следует признать мелочами. Компанию этому двигателю на данном экземпляре составляет классический четырехступенчатый автомат А343F. Эсиновская разработка, причем уходящая корнями в 1985 год. Эта трансмиссия крайне надежна и очень удачна. Она ставилась на огромное количество автомобилей, причем не только Тойоты. Эту коробку использовала в своих моделях Митсубиси, Дейхатсу, Сузуки, китайский Хино, а также Вольво и Джип. 343-я разновидность, которая стоит на нашем форченере, это усиленная КПП. Планетарка овердрайва, которая имеет в полутора раза большие размеры, чем на предшественнике 340-й. Убить эту коробку можно разве что специально, ну либо как вариант слив из нее масла. Ее ресурс далеко за 400 тысяч километров пробега. И только на космических значениях ходометра появляются проблемы, такие как износ фрикционно-блокировки гидротрансформатора, втулки маслонасоса, либо проблем с навеской, отказы датчиков и им подобное. Меняйте масло хотя бы раз в 80-100 тысяч километров, и этот автомат прослужит вам очень долго. Кстати, о системе полного привода. На большей части форченеров полный привод реализован по схеме парт-тайм. То есть здесь жестко подключаемый передок. Без межосевого дифференциала ездить на такой машине с подключенным полным приводом по твердым покрытиям нельзя. Это чревато как минимум съеденной резиной, как максимум повреждениями трансмиссии. Чтобы убедиться в этом, достаточно включить полный привод и вывернуть руль, попытавшись тронуться с места. Форченер с парт-таймом проделает этот трюк очень неохотно, а скорее всего потребует добавления оборотов. Отключите передок, и машина покатится на асфальте при вывернутых полностью колесах просто после отпускания педали тормоза. Перед тем, как посмотреть на форченер снизу на подъемнике, давайте пробежимся по показателям дорожного просвета, минимальное значение которого по каталогу 220 миллиметров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, так ли это на самом деле. Самая низкая точка автомобиля в данном случае находится под защитой, либо под креплением передних нижних рычагов. До этой точки от асфальта 23 сантиметра. Край переднего бампера выше, причем намного, 36 сантиметров, а до резинового брызговика порядка 28. Расстояние от земли не до порога, а до подножки 28 сантиметров в передней части машины. В задней части 31. Ну а в задней части автомобиля ниже всего свисает запасное колесо 39 сантиметров. Форченер это полноценный рамный внедорожник. По своему конструктиву его подвеска это двойные поперечные рычаги спереди и зависимая схема сзади. Причем все здесь выполнено крайне основательным в плане размеров. Это касается и размера шаровых опор, и размера сайвинблоков в передних рычагах. Как и толщины прута стабилизатора поперечной устойчивости, который в данном случае у нас проходит в передней части автомобиля. И доступ к его компонентам для их замена, что касается втулок и стоек, здесь эталонный. Рулевая рейка здесь самая обычная гидравлическая, все по классике. Так что при осмотре понравившегося экземпляра не забудьте проверить агрегат на отсутствие течи и рабочей жидкости. Также внизу мы видим полноценную раздаточную коробку с понижающей передачей. Передний привод здесь, напомним, подключается жестко и не предназначен для использования на дорогах с твердым покрытием. При осмотре не забудьте проверить состояние крестовин всех карданов. Хотя заменить их можно на аналоге без каких-либо особых проблем. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, который очень плотно закрыт защитами металлическими и пластиковыми. Но сам бак здесь, имеющий объем 80 литров, сделан из пластика, поэтому даже под защитами коррозия ему не грозит. Задняя подвеска у форчунера. Зависимая здесь мост, но при этом нет ресор. Используется пружинная схема. Пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену этих компонентов по отдельности. Все, что касается габаритных размеров компонентов передней подвески, вполне применимо и к задней тоже. Здесь все очень основательно и, скорее всего, до пробегов тысяч в 300 поменять придется, может быть, разве что амортизаторы. Ну а что касается антикоррозийной обработки кузова, автомобиль, предназначенный для рынка Арабских Эмиратов, естественно, с завода антикоррозийной обработки практически лишен. Но, обращая на себя внимание, в целом очень неплохое состояние днища кузова на данном конкретном экземпляре, несмотря на возраст машины. Но если вы планируете купить такой внедорожник для эксплуатации в регионах, где на широкую ногу поставлено использование антикоррозийных реагентов, антикоррозийная обработка все же рекомендована. Таким мы увидели сегодня Toyota Fortuner первого поколения с двигателем 2,7 литра, автоматической коробкой передачи, полным приводом версии для рынка Арабских Эмиратов. Если у вас был или есть подобный внедорожник, на котором вы накатали ни одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментарии. Людям, которые ищут себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту публикации этого видео машина все еще будет находиться в продаже в городе Новосибирске у нас в компании RDM Import. Всю интересующую вас дополнительную информацию уточняйте, воспользовавшись контактным телефоном, он будет в описании под видео. Там же есть WhatsApp, так что пишите, звоните и задавайте вопросы. Ну а если обзор вам понравился, оказался полезен, то ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Также указывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем, ну а мы постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока.